кажется что есть такие вопросы на которые можно ответить вполне однозначно например можно ли убивать всем очевидно что нельзя но некоторые философы с этим не согласятся они спросят а что если на вас напали и вам нужно защищаться или если человек сам умоляет вас убить его в конце концов что если вы бэтмен и вам нужно убить джокера чтобы спасти множество жизней тогда все становится уже не так очевидно давайте разберемся бывают ли случаи когда убийство можно оправдать а как вам такая моральная дилемма подписаться на канал или поставить лайк под этим видео хорошо что можно не выбирать а сделать это и другое а еще написать комментарий и рассказать о нас друзьям мы привыкли к тому что убийство человека это страшное преступление но так было не всегда в каких-то обществах это даже поощрялась например во времена чингисхана мужественность воина проявлялась в том скольких врагов он убил с того момента как человек научился создавать орудия труда любое из них могло стать орудием убийства но почему люди стали убивать себе подобных зоопсихолог конрад лоренс объясняет что у хищников которым люди не относятся есть инстинкт убийцы это значит что убивать для них легко ведь у них есть клыки и когти и так далее поэтому у них также появился механизм который не позволяет им убивать представителей своего вида он нужен для того чтобы вид не истребил сам себя например в схватке волков более сильные в борьбе за главенство побеждает а слабый отступает и все остаются в живых а вот человеку в отличие от хищника очень сложно убить кого-то голыми руками поэтому у него нет природного механизма который сдерживал бы внутри видовую агрессию предполагалось что у человека все равно не хватит физических сил кого-то убить но потом он изобрел оружие ты ничто не останавливало его от убийства других людей конечно если бы люди ничего с этим не сделали они просто вымерли бы поэтому в итоге они придумали табу на убийство соплеменников даже у чингисхана была задача охранять своих подданных друг от друга кровожадность можно было проявлять только по отношению к врагам запрет на убийство появился не потому что жизнь человека считалась ценностью общность ценилась гораздо выше главное чтобы выжило племя более того чтобы сохранить эту общность можно убивать отдельных ее членов которые каким-то образом ее разрушают так жители афин когда-то посчитали сократа угрозой для будущего древнегреческой демократии ведь он развращал молодежь прогрессивными взглядами и неверием в богов афин в итоге полис вынес вердикт сократ должен умереть его смерть стала одной из определяющих в победе христианство в европе и утверждение шестой заповеди не убей так почему же мы до сих пор спорим можно ли оправдать убийство и что об этом говорят философы в христианстве для бога каждая жизнь является ценной и поскольку первопричиной человека как и всего мира является бог убийство находится под запретом это грех ошибка отклоняющая человека от праведной жизни английский проповедник джон дон говорил о том что все человечество едино а значит любая смерть умоляет каждого из нас получается убийство вредит и самому убийцы об этом говорил и эммануил кант когда человек крадет у других он обкрадывает сам себя и отнимая жизнью другого он отнимает ее у себя христианство предлагает отвечать на зло принципом любви так лев толстой считал что против насилия нельзя использовать зло всегда нужно использовать любовь в нагорной проповеди сказано не против все злом но кто ударит тебя в правую щеку твою обрати к нему и другую но что будет если жить по этому принципу разве зло в таком случае не победит а что вообще такое зло она относится к миру людей как правило потому что зло в том числе носит ситуативный характер зло может быть оценено только человеком и человек воспринимает нечто как злое кто нарушает мир тут ввергает хаос микрокосм социум макрокосм все с философом томасом нагелем произошел следующий случай что произошло с томасом нагелем и что он понял о зле после этого слушайте фоном саммари 10 главных вопросов о философии станьте своего рода философом и сделайте так чтобы последнее слово в любом споре оставалось за вами активируйте промокод tube30 и получите 30 дней бесплатного доступа к этому и сотням других саммари ссылка в описании многие философы не согласны с тем что никакое насилие нельзя оправдать например год фрид лейбниц смотрел на проблему убийства практично он говорил что мы живем в лучшем из возможных миров а убийца нарушает его гармонию поэтому для благого ума нет ничего приятнее чем возмездие по его мнению убийство убийцы восстанавливает баланс кант в вопросе преступлений придерживался того же мнения если человек убил другого то он сам должен умереть это единственный путь на котором можно сохранить общество в основе которого лежит закон но все ли убийцы заслуживают смерти на этот вопрос хочется сразу ответить да но что будет если добавить дополнительные условия допустим убив человека можно спасти множество других людей что делать в таком случае с этой дилеммой постоянно сталкивается бэтмен представьте что вы можете убить джокера одного единственного человека причем если вы этого не сделаете он убьет еще сотни людей да если убить убийцу вы сами станете убийцы но множество людей останутся в живых это моральная дилемма напоминает проблему вагонетки которую сформулировала филиппа фут вагонетка едет по рельсам на которых лежат пятеро человек вы можете перенаправить ее на другую колею где лежит один человек можно ли оправдать убийство одного человека спасением пяти жизней подобную моральную дилемму сформулировал и достоевский гармония всего мира не стоит слезинки замученного ребенка можно ли заплатить цену в виде страдания одного человека за счастье миллионов людей супергероем и супер злодеем приходится решать такие дилеммы постоянно танос решил для себя проблему вагонетки достаточно просто чтобы вселенная процветала он пожертвовал жизнью любимой приемной дочери что и говорить он убил половину всех живых существ чтобы другая половина жила счастлива в отличие от бэтмена он может поставить себя выше закона ницше сказал бы что бэтмен выбирает рабскую мораль он следует законам которые придумал кто-то другой вместо того чтобы сделать мир добрее и лучше а вот танос выбирает мораль господ он берет на себя ответственности навсегда изменить мир вот только в итоге у него ничего не получается так тоже вправе нести такую ответственности решать кому жить а кому умереть в обществе в котором мы живем государство определяет на что мы имеем право когда люди объединяются они ради безопасности отказываются от части своей свободы взамен они получают от своего племени своей культуры своего государства защиту по сути именно государство решает можно ли оправдать убийство ведь у него есть монополия на насилие она может запретить или разрешить эвтаназию она также через суд решает превысили ли вы самооборону когда кто-то на вас напал вопросы возмездия она тоже берет на себя если вы столкнулись с проблемой вагонетки в реальной жизни государство будет думать был ли ваш поступок убийством если вы перенаправили вагонетку а если вы решили не трогать рычаг это могут квалифицировать как преступное бездействие в тех странах где разрешена смертная казнь государство по сути и вовсе имеет право на убийство казнь не запрещена международным правом поэтому до сих пор существует более чем 80 странах по всему миру можно сказать что это единственное условно законное убийство смертная казнь это самое суровое наказание которое можно представить самое тяжелое и по-настоящему неотвратимое но может ли оно быть справедливым почему вообще кто-то имеет право выносить другому смертный приговор многие считают что убийство неприемлемо но при этом поддерживают смертную казнь причем иногда позиции этих людей основывается не только на эмоциях но и на практичности людям не хочется чтобы на их налоги в тюрьмах жили убийцы но есть несколько важных аргументов против смертной казни прежде всего конечно нужно сказать об ошибках следствия и репрессиях когда государство использует смертную казнь чтобы просто убивать неугодных еще одна проблема институт смертной казни о котором говорил андрей сахаров если кому-то выносит смертный приговор кто-то должен привести его в исполнение кто способен делать такую работу и как она сказывается на психике исполнителей в конце концов казнь вносит в законодательство странное противоречие убивать запрещено поэтому мы убьем убийцу мы не умеем воскрешать людей так должны ли мы в таком случае определять кто достоин жизни а кто нет а что вы об этом думаете можно ли оправдать убийство или она всегда неприемлемо делитесь в комментариях научитесь критически мыслить и станьте по-настоящему эрудированным разносторонне развитым человеком в этом вам поможет наш профессиональный курс философ это концентрированные знания равные по объему университетской программе вы разберетесь не только в истории философии но и в ее разделах это логика этика эстетика и многое другое после сдачи экзамена вы получите госдиплом о профессиональной переподготовке который официально подтвердит ваши знания а специальный промо-код профи для зрителей нашего ютуба даст вам скидку 25 процентов переходите по ссылке в описании чтобы узнать подробности а а а Продолжение следует...